Передача «Город женщин. Меховые салоны Торнадо». Добрый день, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на канале НВК «Саха» и «Саха-24». Напоминаем о том, что вы смотрите прямой эфир программы «Город женщин». Программу, в которой мы ежедневно обсуждаем все волнующие темы каждой женщины. И это автоматически должно волновать и сильную половину человечества. Напоминаю вам о том, что каждую среду с вами я, Дарья Анкехова, и, конечно же, мои любимые, дорогие, неотразимые помощницы. Это Мария Куницкая, эксперт в мире моды и креатива, а также бьюти-эксперт, косметолог салона красоты Аннабель Анастасия Крылова. Добрый день, друзья! Сегодня опять среда, и опять с вами я. Сегодня мы поговорим немножко о таком модном направлении в мире моды, как стиль Боха. И сделаем одну незатеревую штучку, которая вас согреет в прохладные дни. А я напоминаю, что каждую среду я буду делиться секретами красоты. Ну и так, мы начинаем! Итак, дорогие телезрители, тема нашего эфира сегодня – «За окном холода, а нам, девчонкам, не беда». Да. И наступили первые заморозки, девочки, за окном уже, да? Для кого-то это долгожданная и любимая пора осень. Нет, даже, пожалуй, нет. Не любишь ты осень, Маша? Нет, не то, что не люблю, просто не могу сказать, что долгожданная, такие холода. И, возможно, девочки, сегодня мы чуток опередим события и позаботимся даже немножечко и о зимних проблемах, и о зимних хлопотах, да? Ну, ведь это вообще свойственно женщинам немножечко опережать, да, события. Бежать в приятелении. Да. И каждая прагматичная женщина готовится заранее к зиме. Ну, и сегодня мы постараемся с нашими дорогими телезрителями поделиться, да, информацией о том, как же быть неотразимой, красивой даже в наших суровых климатических условиях. Я думаю, вы мне в этом поможете, да? Обязательно. Обязательно. Ну, и давайте немножечко проанонсируем о том, о чем мы сегодня поговорим. Сегодня в нашей студии будут очень интересные гости. Гости, которые помогут выбрать нам качественную, комфортную, а главное, красивую обувь. Также мы сегодня поговорим о мечте каждой женщины, о шубках. И чем же поделишься, Мария, ты сегодня? Ну, во-первых, хотела бы немножечко вас познакомить с тем, что рассказала вначале. Я расскажу немножко о стиле боха. И мы сделаем вот такую милую сердцу вещицу, которая называется кардиган. Как раз будет актуально то, что мы уже сказали в прохладные дни. Кстати, он соответствует тому стилю боха, по которому я говорила. Я немножечко сейчас расскажу, потому что это очень популярный стиль, который набирает сейчас обороты. Очень многие, так сказать, известные люди Голливуда и у нас тоже в стране увлекаются, носят одежду. Это не только одежда, но также еще и стиль в интерьере. Ну, вот, к примеру, такие вот вещи, которые, может быть, часто встречаются на улицах города. Женщины стали носить объемные вещи, тертые джинсы, заплатки, рваные края. Все это перемешивается с этникой, с милитари. Какие-то немножечко мотивы гранжа присутствуют, то есть городского стиля. Все это называется стиль боха. Он берет на свое начало где-то в 60-х годах с времен хиппи, как раз вот джинсы и все это так называемое. Но в чем сложность в этом стиле не заблудиться, не стать похожей на чучело, потому что это вполне возможно. Вот такие вот, допустим, известные люди, как Кейт Мосс, вообще является ярым сторонником стиля боха. Правда, у нее что-то с ножкой случилось, вывернулось как-то. Ну, вот она уже в шубе, видите, пожалуйста. Вроде бы как еще ни у них ни лето, ни осень, но она уже шубу одела. Пират 20-го века Джонни Деппт, ярый сторонник стиля боха. И также ведьма всех времен и народов Беатриса из фильма «Гарри Поттер» и «Хелен Борн Картер». Она тоже является ярым поклонником этого стиля. То есть стиль боха – это вот все такое балахонистое, слегка, неопрятное. Да, чуть-чуть неопрятное, делается как будто бы наспех, но в этом везде смысл. Чтобы было аккуратно и качественно, вот, пожалуйста, посмотрите, это тоже стиль боха. Ну, Машенька, ну ты рассказала о стиле боха в принципе достаточно, чтобы мы имели понятие. Ну, раз уж мы говорим о осени, о холоде, о немножечко каком-то дискомфорте для женщин, как же стиль боха может здесь нам помочь? Вот, сегодня мы возьмем теплую ткань, трикотаж. И, заметьте, у меня нет машины сегодня. Мы будем делать вот такой кардиган из трикотажного материала, смесовый материал, с шерстью немножечко, без применения машины. Мы будем соединять изделия к пуговицам. Нам, вот видите, мы уже используем нашу доску, которую в прошлый раз органайзер сделали. Нам понадобятся ножницы, нитки, огромное количество пуговиц. Желательно, чтобы они были какие-нибудь, ну, металлизированные, может быть, какие-нибудь первомутые. Модненькие, да, сантиметр, конечно же, булавки. И много-много придется сделать стежков, иголкой и ниткой. Но я думаю, что это проще, чем шить на машинке, если у кого-то нет. Вот такую вещицу можно сделать за несколько часов перед выходом, куда-то утеплиться, так сказать. Так что я пока приступаю, от вас отвлекусь, но я буду вас поддерживать. Хорошо, Машенька, мы тебя отпускаем, да, и пожелаем тебе удачи. И надеемся, в конце эфира ты нас порадуешь кардиганом в стиле Боха. Итак, Анастасия, ну, конечно же, какая же осень без секретов в мире косметологии? На улице прохладно, ветрено, да, даже порой и холодно. Здесь, конечно, нужна помощь косметолога. Для любой женщины необходимы секреты, как ухаживать за кожей в осенний и зимний период. Ну, в основном зимой у нас холодно, ветрено, поражаются открытые участки кожи. Это, конечно, наше лицо и руки. Не забываем также, что в это время надо утепляться, не только вот, и здоровье беречь свое, да, тогда у нас и цвет кожи, цвет лица тоже будет хорошенький. Так, и насчет вот зимы, в основном поражаются сосуды кожи. И начинается купероз, холодовая реакция может быть у женщин. Поэтому нужны крема, именно защитные, именно для нашей зимы. Это питательные крема, которые содержат, ну, много масел, грубо говоря, да. И желательно исключить крема, которые увлажняют кожу. То есть это ошибочное мнение, да, что нужно прям... Зимой увлажняем кожу в теплых помещениях. То есть мы не выходим, когда увлажняем кожу на лодку? Вечером, вот перед сном, нужно увлажнять кожу. Прошли те времена, Маша, как бабушкины рецепты, когда перед выходом на мороз нужно было намазать лицо толстым, жирным. Жирным надо, жирным надо. Увлажнять нельзя, да? Увлажнять нужно вечером, перед сном. А вот питательный крем надо наносить вот перед выходом на улицу, то есть утром. Я сегодня сделала ошибку. Ошибку совершила, да? Анастасия, вот такой вопрос. Девушки часто пользуются вот тональными основами, да? Насколько это, ну, немножко, может, вредит коже в такой период времени? Или все-таки лучше выходить с тонким словом питательного крема без каких-либо тональных основ? Ну, любой тональный крем ложится на основу, на кремовую основу, поэтому и тональный крем не рассматривается косметологами вообще как вещество, которое проникает в кожу. Оно не проникает в кожу, тональный крем, поэтому мы его даже не рассматриваем в этом плане, да? То есть он не приносит никакой вред, это просто такая некая оболочка. Нет, получается, оно забивает поры. Поры забиваются хорошо и капитально, поэтому чистку делать кожи тоже надо. Ну, иногда бывает, что при очень воспаленной коже девушки прям слоями наносят, поэтому, ну, желательно вот такого не делать. Сперва вылечить кожу, а потом уже наносить. Отлично. Ну, и теперь я знаю, что сегодня вы готовы поделиться с нашими телезрительницами секретом изготовления некой маски. Маски, которая... Ну, маски, которая увлажняет, предохраняет и питает кожу на зимний период. Ну, масок очень много, но в домашних условиях это основные у нас ингредиенты. Идут эта лимонная кислота, то есть мы отшелушиваем немножко кожу. Идет овсянка, это для питания кожи. Идет желатин, это для лифтинга кожи. Белок яйца. Это, наверное, надо. Белок яйца для питания кожи. Мед тоже для лифтинга можно использовать. Ну, и такие подручные, ну, продукты. Это огурцы, йогурт, самые любимые. Вот. Итак, ну вот теперь поэтапно. Мы это все просто как? Миксуем, и тут нет никаких противопоказаний, да? Или... Нет, всегда есть противопоказания. То есть перед нанесением любой маски лучше на локтевом сгибе нанести, подождать минут 15-20, посмотреть, какая реакция кожи. Не должно быть покраснений и так далее, не должно зудиться. Если все нормально, спокойно, то можно наносить на кожу. У меня сразу вопрос. Если вы сейчас перечислили вообще продукты моего завтрака, а если у меня нету, когда я внутрь употребляю, зачем мне еще на руку это наносить? Это что, или это разные? Нет, конечно, это разные вещи. Любой продукт, который вы наносите на кожу, он именно, вот, есть такое понятие, как локальное действие вещества. Вот в этом понятии... То есть если я салатик режу, мне огурчики нельзя на лицо? Сначала на ручку надо, да? Нет, на ручку тоже и на лицо тоже. Отнорменно можно. Ну, прям в себя вкладываешь огурчиком. Завтрак, завтрак. Огурчик порежу, огурчик, болтарь, огурчик на глазки, на ручки, да? Ну вот с лимоном, наверное, нужно быть поаккуратнее, и вот такие аллергичные моменты, да, могут возникать. Мед очень, да. И мед тоже, видимо. Вот его вначале нужно попробовать на... На кожу. Да, на кожу, да. Отлично. Ну и как часто вообще нужно делать вот такие питательные маски, именно домашние маски, в домашних условиях? Ну, лучше делать масочки один раз в неделю, это стабильно надо делать. Если кожа сухая, если мы делаем какие-то, ну, экспресс, да, там мероприятие какое-то, то два раза в неделю, а так один раз в неделю этого достаточно, как бы считается. Ну и не забывайте ходить к косметологу периодически, там более инвазивные процедуры делаются. Ну, конечно. Косметолог, конечно, посоветует сходить к косметологу, нежели в домашних условиях. А то дома ведь можно и нахимичить, да, и переусердствовать немножечко. Да, потом сам поел, и личико покорми. Ну, и не забывайте, что в домашних условиях вот таких прям результатов вы не получите все равно. Это как профилактика, как вспомогательный метод можно использовать. Ну, и каждая женщина все равно должна знать ведь рецепты таких домашних масочек. Конечно, это безусловно. А в салонах такие маски делают? Нет. В натуральных продуктах? Нет. То есть все-таки это домашняя, значит домашняя. Там все-таки профессиональная. Да, конечно. То есть со своими огурцами не надо в салонах? Нет, конечно, Вашенька. Итак, дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на небольшую, коротенькую совсем рекламную паузу, а сразу после рекламной паузы мы посмотрим небольшой сюжет, где с нами поделятся секретами мейкапа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Потому что отныне она каждую среду будет делиться с нашими телезрительницами секретами мейкапа, как правильно его наносить, как украсить немножечко себя и подчеркнуть свои изюминки на лице. Итак, девочки, ну раз уж мы затронули тему холода, зимы, красоты, на днях я столкнулась с такой проблемой. Я отправилась в магазин для того, чтобы выбрать обувь, но оказывается с моим вкусом либо что-то не то, либо я слишком привередливая. К сожалению, найти демисезоннюю обувь, а также зимнюю, мне даже просто не повезло, может быть. У вас существуют такие проблемы? У меня лично проблемы с большим размером все время, потому что стопа большая, и это главное больше. Ну, я думаю... Ну, и, собственно, поэтому и тоже я не могу найти обувь, потому что здесь как-то больше маломерки. Берешь обувь, там, 36-37 и крестиком зачеркнуто 40-41. А у тебя, если не секрет, какой размер? Сороковой. Сороковой размер. То есть у Маши основная проблема при покупке обуви это... Я твердо стою на ногах. Самые стандартные размеры это 36-37, и их быстро же скупают, а у меня вот наоборот. 36-37 все зачеркнуто бывает. Да, то есть, девочки, на улице-то гололед уже. Да, гололед это небезопасно ходить на... Травма опасна. Да. Травма опасна. Как вы с этим справляетесь? Я знаю, бывают такие накладки, да, значит, приклеивают, да, кто-то... Они похожи на танковые, на танковые. Ну, мне кажется, это достаточно такая большая проблема для многих женщин, и не только женщин, ведь, да? Именно поэтому сегодня в нашу студию мы пригласили Савину Алену. Она у нас сегодня расскажет все про обувь, ведь она является менеджером по продажам сети магазинов немецкой обуви. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в город женщин. Спасибо. Алена, ну вы у нас являетесь продавцом-консультантом, да, магазина «Рикер». Мне кажется, многие телезрительницы, уже услышав только название, они уже знают не понаслышке, где находится это в магазине, а самое главное, они знают, какая обувь там продается. И отсюда возникает у меня вопрос. А как давно вообще вы появились в нашем городе? Мы в Якутске уже работаем 17-й год, то есть первый наш магазин был открыт в торговом центре «Тысяча мелочей» под названием «Качество плюс стиль», то есть «К плюс С» назывался магазин. А теперь мы открыли другие магазины, то есть по городу у нас сейчас 5 точек, так что можете приходить в любой магазин, мы вам подберем обувь. Отлично. То есть 17 лет на рынке нашей республики, да? 17 лет на рынке, да, на нашей республике. Ну и, конечно, у вас, наверное, есть основные бренды, да, которые вы поставляете к нам? Да, конечно. То есть мы в основном продвигаем немецкую обувь, то есть марки такие как «Рикер Антистресс», «Саламандр», «Каприз», «Марко Този», «Тамарис», а также продвигаем другие фирмы, то есть финские, пригодные к зиме, такие как «Вито», «Янита», «Алтенен». То есть многим уже нашим жителям эти названия уже знакомы. Хотя они, возможно, не простые, да, в запоминании, но, мне кажется, наши… Ну, «Саламандр» очень известная же фирма. «Саламандр», да, вообще уже очень интересная. Анастасия, я сейчас все-таки, да, приверженец компании «Саламандр». Ну и давайте мы пригласим студию моделей агентства «Тайя Моделс», чтобы наглядно посмотреть, как же выглядит обувь нашей фирмы. Нашей фирмы. Прошу. Вот первая девушка вышла, это обувь фирмы «Бетси», то есть мы ее предоставляем вместе с фирмой «Кидо». Ой, какая красота. А, они красивенькие. То есть они очень удобные, можете целый день проходить в них, и нога не будет уставать. И при том, как бы, она такая стильная. Да, очень красиво. А вторая модель, она уйдет у нас на такую погоду, как сейчас, то есть там можете носить хоть и в грязи там, слякать, и вам не страшен. И они не скользкие ни в коем случае. И кожа натуральная идет тоже. И смотрится тоже хорошо. Ну и не забыли вы и про мужчин, да? Да, и про мужчин тоже не забыли. Кожа натуральная, мех натуральный, подошва каучуковая, тоже до минус 30 градусов можете носить. И смотрится тоже очень молодежно и стильно. А в минус 50 есть обувь? Минус 50 у нас тоже, конечно, есть обувь. Рикер у нас антистресс идет строго до минус 30 градусов. А есть фирмы такие, как вот Саламандр, которые вы знаете, да? Да. Финские фирмы Вито, Алтон, Енит, они все до минус 50 градусов. То есть как мы уже на рынке 17-й год работаем, это уже доказано годами. Ну, минус 50 это, наверное, какая-нибудь эксклюзивная обувь? Да, то есть у нас вот в Саламандр идет толстая подошва, то есть для мужчин, и с этим проблем вообще не возникает. У женщин тоже толстая подошва бывает каучуковая, но она при этом очень легкая. Мех тоже очень натуральный, изготавливается из овчины и из натурального мутона. То есть вы сами можете убедиться и прийти проверить. То есть ножки будут в тепле. Да, в тепле. Ну, вы перечислили основные преимущества, да? А вот это натуральное, да? Да, а большие размеры-то все-таки есть? Машенька, больная тема Марии. Я не услышала этого. Мы про вас тоже не забыли, Машенька. Вот в студии мы привезли тоже вот дутики фирмы Вито. Мария, это твои червички. Я помню. Твои червички. Чего ты, чего ты? У нас вообще размерный ряд идет женский с 33 по 42. С 33 по 42? Да, то есть девочки дюймовочки, то есть маленькими ножками и женщины тоже с большими ногами. У меня большие ноги. Вы же такая прям яркая, такая энергичная. И мне кажется, такая обувь вам подойдет, потому что... Это зима, да, уже? Это до минус 30 градусов дутики, и сейчас уже можно носить их. Но они дутики-то сейчас модные. Да. Эксперт моды сказал, что дутики сейчас в моде, и она прям счастлива, да? Ну, Мария? Подошва резиновая, то есть она ни в коем случае не скользит. Очень удобная. И материал идет непромокаемый. И непромокаемый, наверное, да. А ценовая политика какая? Ценовая политика у нас минимально идет, то есть поставщики нам советуют, какую цену ставить. Мы такую и ставим. А в интернет-магазинах тоже можете проверить, то есть у нас намного даже дешевле идет, чем у них. Порой, да? Да, порой. Алена, ну вот, в принципе, немецкая обувь-то она испокон веков знаменита тем, да, что она и качественна, и удобна, но все ассоциируют немецкую обувь со словом антистресс. 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 Вот как человек может ощутить вот одну из этих привилегий, да, антистресс на своих ножках? То есть я могу показать на качестве обуви, ну, то есть я принесла с собой ботинки такие, то есть они состоят из натуральных материалов, то есть натуральная овчина внутри. Натуральная кожа. Все дышит. Да, все дышит. Подошва каучуковая, то есть ни в коем случае не скользит. Но рикер антистресс это прежде всего удобство, комфорт на целый день и легкость, и, конечно же, можно носить любую погоду. И эстетичность. И эстетичность. Красота, на первую очередь. Да, красота. Вот здесь и возникает вопрос. Вы, как эксперт в этом мире, считаете, что все-таки обувь должна быть удобна в первую очередь, или все-таки она должна быть красива? Ну, удобство, комфорт для многих людей идет в первую очередь, но с каждым годом все равно немецкие бренды развиваются, никак не отстают, и с года в год идут в ногу со временем, и как бы развиваются тоже дизайны. То есть дизайны у нас разные. Можете посмотреть даже вот эти на каблуках, да? Да, очень. И очень красивые, и модные, и удобные. Внутри каблука есть стабилизатор, который уменьшает нагрузку на спину, на позвоночник. И что важно для женщины, и получается, идет поглощение ударов, то есть 50% поглощают удары, как амортизатор. И внутри амортизатор, и стельки у них очень мягкие тоже идут, как ортопедические. Ну и изгиб стопы тоже все повторяется. Ага, все. Вот эта функция антистресса, да? Мне кажется, для многих женщин это прям необходимо, да? Несмотря на то, что ты целый день можешь проходить на каблуках, ты можешь чувствовать при этом себя очень даже комфортно. Вот даже туфли Тамарис на мне сейчас, они очень красиво смотрятся, да? И внутри вот за счет стабилизаторов я вообще не чувствую каблука. То есть я целый день могу работать в них, но у меня ноги не устанут. Как здорово, замечательно. Ну, кстати, удобство и комфорт, это один из девизов стиля Боха. Как у тебя все дела, Мария, стиль Боха? Ну, вот часть рукава я уже доделала, сейчас приступаю ко второй, а потом начну соединять пуговицы наши. Отлично. Ален, возвращаясь к тему качественной немецкой обуви, вы как эксперт подскажите, на что нужно обращать внимание, вот в первую очередь, при покупке обуви? Будь то немецкая, либо других, да, каких-то зарубежных стран, да, производителей. Вот на что нужно обратить внимание? Те люди, которые вот уже давно знают марки, да, они в первую очередь обращают на бренд. Ну, как быть тем людям, которые не знакомы, да, с брендами? Вот именно. Вот, приходите в магазин, всегда обращайте внимание, как она прошита, на подошву обращайте внимание, и везде, конечно, есть продавцы-консультанту. Мне кажется, никто не будет врать про свой бренд, да, и все равно, как бы, все настроены работать надолго, и они все расскажут вам. То есть, как вообще, из чего кожа идет, из чего мех идет, и все, как бы, это сами, как бы, сравнивайте для себя, вообще, качество соответствует цене или нет. А правда ли, что замшавая обувь намного теплее, нежели кожаная? Вот, не правда. Не правда? А как ухаживать за обувью? Вот, для ухода за обувью в наших магазинах представлен вообще большой ассортимент средств по уходу за обувью. То есть, в это время года, осень, например, обязательно пользуйтесь пропиткой водоотталкивающей. То есть, это будет сохранять надолго вашу обувь в хорошем виде. И, конечно же, все крема есть, разные цвета, которые уже идут с воском, тоже они зачищают очень хорошо обувь. Также для замши есть чистящие щетки, аэрозольные краски. В наше время, мне кажется, не должно возникать вопросов по уходу за обувь. Конечно, мне кажется, в любом магазине, уж тем более в магазине Рикер, вы обязательно найдете все, что необходимо для ухода за обувь. То есть, если у вас покупаешь обувь, можно сразу купить и крем, и все, все, все. Ну, все, спасибо большое. Мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». Дорогие телезрительницы, если вы еще не слышали про этот замечательный проект, напоминаем вам о том, что этот проект специально для вас. Ведь каждый день мы обсуждаем самые актуальные темы. Мы говорим о том, что же интересует наших женщин в осенне, в зимний период. Вот именно сегодня это тема нашего эфира. За окном холода, а нам, девчонкам, не беда. И, конечно, напомним о том, что наш эксперт в мире моды Мария Куницкая сегодня в прямом эфире изготавливает... Делает кардиган. Кардиган в стиле Боха. В первой половине нашей программы наш косметолог Анастасия поделилась секретами, как нужно ухаживать. Зимой за кожей. За кожей зимой. Также у нас в гостях побывали эксперты, которые помогли нам разобраться, что же такое качественная немецкая обувь и как ее правильно приобретать. Ну, а сейчас, девочки, вот я, готовясь к этому эфиру, ну, листала различные средства массовой информации и наткнулась на очень интересное изречение. Если бы пациентки могли сами выписывать себе рецепты от простуды и гриппа, они охотнее всего выписывали бы себе норковые шубки. Ой, да, конечно. И здесь, да, выздоровели бы. Выздоровели. Да, мне кажется, шубка, она может не только от хандры избавить, да, она может зарядить энергией на весь зимний период. Свет в окошке зажжет. Да, свет в окошке зажжет даже, да, у Марии. Мне, ну, как приобретение шубки, да, это, мне кажется, ну, мечта, возможно, многих. И когда ты достигаешь этой мечты, да, мне кажется, настроение, заряд бодрой энергии. И даже несмотря на то, что на улице минус 50, ты идешь с гордо поднятой головой. Не приобретаешь, лучше пусть подарят, да? Лучше подарят. А если подарят, так вообще летишь, да, по улицам города, только потому, что на тебе самая красивая и роскошная шуба. И давайте пригласим нашу студию Ольгу Бабаеву, консультанта меховых салонов «Торнадо». Оля, добрый день. Добро пожаловать. Добро пожаловать к нам в город Женчин. Оленька, вы у нас консультант меховых салонов «Торнадо». Ну и опять же, да, «Торнадо». Мы не понаслышке знаем, да, что же это за меховой салон. И, конечно, многие, наверное, уже знакомы с вашими роскошными шубами. Ну и немножечко расскажите из истории, как давно появился меховой салон «Торнадо» в нашем столице. Меховый салон «Торнадо» известен в нашем городе уже почти 20 лет. За это время мы получили любовь и признание наших покупателей, ведь в салонах «Торнадо» не только проверенное качество, но и самый роскошный выбор меховых изделий. Каждый сезон мы отбираем все самое лучшее. И наши клиенты отмечают, что шубка «Торнадо» – мечта каждой женщины. Ну вот, мне кажется, это золотые слова, да, ключевые слова. Шубка «Торнадо» – это мечта каждой женщины. Давайте и поговорим об этих замечательных шубках. Что же актуально в 2017 году? Какие модели? Каждый сезон какие-то появляются новые тренды, и, конечно, всегда будет оставаться в моде шуба классического фасона. И вот мы хотим вам продемонстрировать как раз-таки наши новые модели из новой коллекции. Посмотрите, классический цилуэт. Но тут стоит обратить внимание на сочетание мехов, да, это норка в цвете «блю». Арис и роскошный «кэтлинкс» выглядят очень нарядно и красиво. Но для тех, кто хочет в этом сезоне быть неповторимой, стоит обратить внимание на новинки. И сейчас дизайнеры предлагают новые цветовые решения, как вот эта шубка в цвете «розовой пудры». А это поистину королевская шуба. Ну, шикарно, шикарно, да? Да, тут идет баргузинский соболь, да, роскошный мех и бархатная черная норка «блаклама». То есть это идеальное сочетание. Мне кажется, это не только идеальное, но вот здесь можно точно с уверенностью сказать, что это, наверное, мечта. Мечта многих дам. Друзья, мы становимся долгожданной. А вот на что нужно обратить при выборе шубы? Свой взгляд, свои намерения? Покупка шубы вообще на самом деле это как бы нелегкий выбор. И сейчас бороться с контрафактом в России решили при помощи КИС. КИС – это контрольно-идентификационный знак. Он полностью в себе... Типа паспорт шубы, да? Да, то есть в нем есть вся информация подробная о шубе. Это страна-производитель, да, это вот важный вопрос для покупателей. Марка, какая фирма, да, продавец. То есть полная информация о шубе. И оно должно быть на каждом меховом изделии. А что касается... Повторите, как? КИС. КИС. Мария, КИС называется это. И вот подскажите, это касается только шуб или же кожа-галантерея, дубленки? Дубленки, также еще дубленки. Дубленки должны быть обязательно тоже с КИСом, да? А как вообще проверить-то? Ну, допустим, я знаю, что должен быть КИС, а далее что? Что это такое вообще? Давайте зайти на сайт налоговая и по номеру КИЗа ввести, проверить его. Также можно считать с любого мобильного устройства, так как налоговая разработала приложение, которое называется «Проверка товаров». Оно бесплатное, оно на платформе iOS и Android. И наши консультанты, они всегда помогут вам в этом. То есть можно просканировать, посмотреть. Потому что в наших салонах только шубы с КИЗами, шубы и дубленки. А вот с какого года это КИЗ? С 2016. Да, это новинка. Да, это новинка, но мне кажется, нужно взять это себе на вооружение. Потому что, мне кажется, это просто необходимая вещь при выборе шубы. Это какие-то определенные фирмы? Нет, это у всех абсолютно все меховые изделия. Шубы и дубленки – это закон, и нужно его соблюдать. То есть надо обращать внимание. Да, обязательно. Оля, ну вы эксперт в этом мире, да? Вы знаете, наверное, о шубах все и не только. А у меня возник такой небольшой вопрос к вам. А у вас лично какая шуба? Да, мое последнее приобретение – это шубка от Торнадо. Она из норочки в ярко-голубом цвете. То есть такой цвет экспериментальный, с карманами накладными из меха-лисицы. То есть шубка такая космическая прямо. А как ты отважилась, да, вот, допустим, взять и купить вот такую экстравагантную шубу? Ну, я люблю эксперименты и также советую дамам. А какие шубы приобретают наши женщины в основном? Какие модели? Разные модели, разные абсолютно. То есть тут сейчас как раз-таки на пике популярности – это цветные шубы. Вот, я только так хотела. Цветные шубы, да, их не стоит бояться, потому что сейчас технологии соблюдают. То есть новые технологии, они помогают, то есть дают… Простите, очень волнуюсь. Не портится мех? То есть нет, не портится абсолютно мех, и соблюдены все технологии, то есть оно не влияет никак на качество. То есть, Ольга, это один из мифов о том, что крашеный мех – это некачественный мех, и он не ноский. Все это обман. Ну, конечно, яркая шуба гораздо симпатичнее. Дорогие телезрительницы, обратите внимание вот на этот факт, что крашеная шуба – это не значит, что она некачественная, или вы будете носить ее не слишком долго, да? А еще один миф, или не миф? Вот я раньше, да, ну лет 10 назад, когда приобрела свою первую шубу, мне вот прям настойчиво все говорили – внимательно посмотри на подол. У качественной шубы подол должен быть открыт, обязательно, чтобы открыть, посмотреть и так далее. Что же касается вот качественной шубы, всегда ли подол должен быть открыт? Нет, на самом деле тут тоже, опять-таки, заблуждение, то есть подкладка может быть как отлетной, так и пришита к шубке, и некоторые модели наоборот, то есть их нельзя по-другому. То есть должен обязательно подклад быть пришит, и вообще итальянские производители, они считают, что неподшитый подклад – это незавершенная модель, и выглядит она неэстетично. Да, что тебе говорили, подклад подшитый, а мне говорили, только цельные куски меха, только прямо пласты меха. Это тоже так же? Нет, не обязательно. Технологии разные. Отлично. Ну мы поговорили о любимых норочках, да? О любимых норочках. Ну не секрет, да, что есть и другие роскошные меха, которые также полюбились, да, нашим жительницам нашей столицы и вообще республики в целом. Да, есть такое у нас суровая зима, лютые морозы, и у нас всегда большой выбор шуб из длинноворцевого меха, мех лисы, фишера и енота. А енот, он особенно полюбился нашим покупателям. Он очень теплый. Да, он очень теплый, он очень ноский, и также у него цена более доступная. Да, вы что? Давайте мы пригласим в студию вновь модели агентства Тая Моделс, для того, чтобы воочию посмотреть еще на одни, да, красивые и прекрасные шубы. И так, Ольга, подскажите, что за это? Это модели из нашей новой коллекции, да, тоже наши любимые поставщики. Первая шубка от марки Понидис в шикарном просто цвете бордо. И тут стоит обратить внимание на геометрию рисунка, да, и только цветная именно норочка может его подчеркнуть. Очень красивая шубка. Шикарно, ну просто мне восхищает взгляд, да? Вторая модель, она тоже в таком завораживающем цвете, красивый очень декор идет, потрясающий от марки Люксор. Какой же самый сезон, да? У меня все звена удобные для автомобиля, очень. Для автоледи, да? И для мамочек. Спасибо большое, девушки. Ольга, мы продолжаем тему, вот мы затронули тему длинноборственных, да, шубок. В чем их плюсы-то? Ну любят их, любят их, да, на севере? Плюс в том, что он очень теплый, он очень ноский. И как бы такие шубки, они всегда будут актуальны именно в наших условиях. Ну и мы должны, наверное, сейчас воочию наши девушки-модели покажут нам, да? Да, я думаю, что нам сейчас девушки продемонстрируют эти шубки. А есть такое мнение, что енот, вот он пушистый, он увеличивает в размерах и так далее, да? Это опять же... Да, это опять-таки сейчас новые технологии, они добиваются того, что шубка такая пластичная прям, и мех пластичной шкурки, то есть из него можно лепить что-то такое необычное, красивое и более модельное. Если раньше казалось, что енотовые шубки это только такие классика, трапеции, да, то сейчас... У всех все одинаковые. Еще и тяжелые, говорят, что они очень тяжелые. Нет, легкие. Енотовая шуба считалась, что самая тяжелая, громоздкая, и вы все на одно лицо, да? Да. Сейчас все изменилось. Итак, приветствуем студии наших моделей, и давайте посмотрим. Да, это у нас модели из новой коллекции. Ой, какая красота. Потрясающая, да, моделька с английским воротником, новая она у нас в первый раз в этом сезоне. А вторая шубка в очень красивом цвете, светлая, она всегда украшает, она всегда красиво будет смотреться на фоне снега. Очень хорошенькие модели. Вот как раз я ищу шубку для дочки, вот, надо посмотреть. Понравился этот вариант, да, больше? Да, вот этот, да, светленькая вообще отлично. Ну и енот, и английский воротник, вот вы не зря сказали, да, что впервые. Это что-то такое, как будто бы несочетаемое, да? Как пальто, похоже на пальто. И нежненькая. Пластичная, очень мягкая шкурка, да, и тут, возможно, такая модель. А что-то стегивается отсюда. Ой, да, приобретение шубы-то, ведь не всегда это доступно, и это не дешевое удовольствие. Да, и сейчас как раз-таки у нас действует акция. Можно оформить в кредит любую понравившуюся модель. Расстрочка до двух лет. До двух лет вы можете оформить любую модельку. Без первоначального взноса и без переплаты. Спасибо большое, Уля, за то, что посетили наш город. Женщины, дорогие телезрительницы, посетите салон Торнадо, и, возможно, вы найдете шубку своей мечты. Ну или хотя бы просто примерьте ее для начала. Ну а мы уходим на короткую рекламную паузу. Итак, мы продолжаем наш эфир, напоминаем о том, что тема нашего эфира сегодня за окном холода, но нам, девчонкам, это не беда. И мы говорим, конечно, немножечко о таком дискомфортном времени, да, года, обось и грядущей зиме, да. Ну для кого-то, возможно, это радостное событие, да. Конечно, некоторые любят, обостреляют ее. Некоторые любят, неприятно только, когда вот листва желтеет, опадает, но когда холодно, это уже не очень приятно. Ну, Мария, у нас творческий человек, обращает внимание на окружающую среду, замечательно. Девочки, ну а сейчас наступает время для нашей постоянной рубрики «История любви». И сегодня мы познакомимся с вами с семьей, у которой в доме всегда царит атмосфера любви и тепла. Внимание на экран. Сегодня я в гостях у семьи Семеновых, у которых целых шесть замечательных детей. Здравствуйте, расскажите, как вы познакомились? Познакомились мы по-современному, через интернет. Ну, после знакомства пригласил в кино, и как-то я боялась сразу вот так. Я же его хорошо не знала, и говорю, ой, нет, я не могу, у меня ребенок не с кем ее оставить. И он говорит, ну, у меня трое детей, мне ее тоже не с кем оставить. Пойдем все вместе, говорю, я вообще, как трое, а? Вот так проходим наше свидание первое с детьми. Как известно, старшие дети очень болезненно воспринимают какие-то изменения. Как у вас это все проходило? Ну да, скорее всего, были и слезы, и все остальное, и нервотрепка. Да ну-то она как бы очень добрый человек, и как бы нашла подход к детям. И я сейчас, они ее называют мамой. Как вам удается воспитывать такое количество детей? Это было просто спать, наверное. Сложно тебе или нет? Нет. Одного сложно, шестерик вообще легко. Ну, кто у вас в семье самый главный? Из детей? Нет, из родителей? А, папа, папа. А вы вот как сами считаете, кто из вас самый главный? А кто самый красивый? У меня сначала, если честно, вообще стресс был. Да. Мы закрывались в комнате и плакали. Да, серьезно, я плакала, что у меня стресс. Ко мне сразу стянулись вот Валя и Андрей. Они как-то сразу взблизились со мной, но старшая как-то сторонилась все время. Но она же была хозяйкой тут, поэтому замена пришла и как бы ревновала папой. Когда-то я нашла вот ее дневник. Там написано, тетя Дана, враг номер один. Я вообще в шоке. Сразу папе, говорю, и сразу стала плакать. Уже все, Надя меня, оказывается, не любит, меня не воспринимает, уже не воспринимает никогда. В данный момент зато они самые сейчас хорошие друзья вообще. Даже мне секреты не рассказывают те, которые она... Сейчас вот это вспоминаю, вот с улыбкой, например. А в то время вообще я плакала. Как-так, как-так. Как между вами зародилась любовь? Ну, не знаю. Я когда увидел, сразу думаю, вот она. И все. Ага, не сразу. Да. Да, да. Сейчас мы с вами поиграем в маленькую игру, как хорошо вы знаете друг друга. Я задам вам вопросы, вы одновременно должны будете на него ответить. Вот, даю вам папочки и фломастеры. И сейчас буду задавать вам вопросы. Назовите любимое блюдо вашей жены. Так, раз, два, три, переворачивайте. Одно мне. А, твои любимые. Хорошо, я запомню. Так, меняем, забираем этот листочек. Любимый фрукт Василия. Раз, два, три. Назовите ваше любимое место в городе. Ну-ка, сейчас узнаем, любимое это твоё или нелюбимое место. Ну-ка, давай. Я тоже. Раз, два, три. Ура! И там кевки не продают. Я понял то, что мы разные люди. И это нас притягивает. Спасибо вашей большой семье за это замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся на следующей неделе в этой же рубрике. Вы в городе женщин. На дворе холода, а нам, девчонкам, не беда наша сегодняшняя тема. Смотрим сегодня нас, Дашу, меня, Анастасию. Конечно же, обязательно. Итак, дорогие телезрители, у нас стало время для нашей постоянной рубрики «Строим тело». Ведь каждую среду в нашей программе мы приглашаем знаменитых фитнес-тренеров, а также диетологов, которые нам продолжают доказывать, дорогие девушки, что спорт – это залог женской красоты и здоровья. Успеха тоже. И сегодня мы приветствуем студию умницу, красавицу, спортсменку, да? Ну, практически комсомолку, да? Евгению Некрасову. Евгения у нас мастер-тренер фитнеса клуба «Фитнес-Лайф». Евгения, здравствуй. Здравствуйте. Я являюсь дипломированным тренером фитнес-клуба «Фитнес-Лайф». И мне бы хотелось немного рассказать о нашем клубе. Хорошо. Спасибо. Я с радостью хочу сообщить, что фитнес-клуб «Фитнес-Лайф» получил престижный международный статус официально-тренировочного центра «Хаммерстрейчинг». Данный статус присвоен, так как «Фитнес-Лайф» соответствует международным стандартам «Хаммерстрейчинг» по количеству и подбору силового оборудования. Наш клуб позволяет вам, наши дорогие клиенты, тренироваться на профессиональном уровне, так как тренируются настоящие чемпионы. «Фитнес-Лайф» — это успех. «Фитнес-Лайф» — это выбор лучших. Вот такая у нас представительница. Бежигалка прям. Прям энергичная. Ну, видно, спортсмен, да, прям спортивная такая энергетика у нас в студии. Ну, Евгения, ну, раз уж ты представляешь у нас «Фитнес-Лайф», «Фитнес-Лайф» у нас знаменит не только в нашем городе, да, но и теперь он уже знаменит на всем Дальнем Востоке. Вот после присвоения этого статуса, верно? Да, да. А сама ты являешься фитнес-тренером в каком направлении? Я являюсь тренером группового направления «Сайкл» — кардиотренировка и тренером, персональным тренером в данном клубе. То есть ведем тренировочный процесс, сопровождаем клиентов, делаем ваше тело лучше. Женя, ну, у меня вот, я немножечко знаю твоей биографии непонаслышки, да, ты у нас человек такой медийный, да, а ты ведь сама раньше страдала излишним весом. Да, изначально в школьные годы у меня был лишний вес, достаточно серьезный, такой большой вес для меня, то есть в какой-то мере это даже были какие-то комплексы, потому что меня мама постоянно называла булочкой моя, моя сладенькая булочка. И тебя это устраивало, да, наверное? Ну, со временем, чем становясь старше, я понимала, что, ну, это вызывает некие комплексы во мне, да, и я уже в процессе начала заинтересовываться правильным питанием, сбалансированным питанием, стала больше читать, изучать вот эту вот всю структуру, чтобы, дабы понять для себя и выстроить правильный процесс. Начала с питания, затем уже подключила тренировки. Ну, вот именно поэтому мы сегодня тебя пригласили в студию, чтобы, возможно, ты стала мотиватором для многих наших телезрительниц, которые, ну, возможно, немножко ленятся, тем более сейчас, когда на дворе осень, осенняя хандра. Ну вот... Время спячки. Время как такой спячки, да, и они вот немножечко забывают о своем физическом состоянии. Женя, покажи нам немножечко на практике упражнений, которые девушки могут сделать там в домашних условиях, да? Окей, конечно. Хорошо. Давайте пройдем. Во-первых, нам понадобится в домашних условиях стул. Обычный стул. Это должен быть не пуфик, что у него была достаточно твердая поверхность, да? Есть два варианта. Я вам покажу первый вариант. Стандартные классические приседания, да? Если человек имеет излишний вес, то, соответственно, им будет немножко сложновато. Поэтому мы делаем баланс-упор на спинку. Ноги ставим чуть шире таза, носок разводим в рвозь. Колено не выходит за носок. На вдохе мы делаем приседания, на выдохе мы поднимаемся вверх. Делаем вдох-выдох, пойдем вверх. Снова вдох-выдох. Есть еще один момент, можно усложнить. Выпады. Правая нога у нас является опорной. Левую мы уводим назад. Поднимаем на стул. Ни в коем случае не ставим на носок. Мы кладем стопу. Шаг вперед. Делаем опять-таки вдох. Приседем на выдохе, подъем вверх. И снова вдох-выдох. Женя, это два таких самых примитивных, да? И результат-то когда будет налицо? Вы знаете, чтобы достичь наиболее хорошего результата, я все-таки советую посещать наш клуб «Фитнес Лайф». Спасибо большое, Женечка. Мы не прощаемся с тобой, увидимся, наверное, в последующих наших эфирах. Спасибо, Евгения. Мария, время подходит к концу. Покажи свое творение, дорогая наша. Все закончено. Вот действительно, посмотрите, 45 минут нашего эфира. И вот, пожалуйста, все. Ой, модная, красивая Мария. Мария, пожалуйста, стиль Боха. Молодец, умница. Итак, дорогие телезрители, надеюсь, сегодня мы поделились с вами нужными советами, да? Во-первых, несмотря на зимние холода, да, креативьте, как наша Мария. Ухаживайте за собой, за кожей и лицами. Как Анастасия. Посходите по магазинам. Будьте творческими, просто однозначно, если будьте творческими. И если вдруг вы желаете стать участниками нашего эфира, обращайтесь к нам, присоединяйтесь к нам, приходите к нам в гости, свяжитесь с нами по номеру телефона, который вы видите сейчас на экранах. Мы есть в различных соцсетях, мы будем рады видеть вас в нашем городе женщин. Ну, а на этом время нашего эфира подходит к концу. Девочки, еще раз, мы должны быть креативными, красивыми, спортивными. Ну, а также не забываем о том, что нужно себя баловать. Ну, вот сегодня мы побавили себя шубками и красивой обувью. Ну, а на этом время подходит к концу. Смотрите нас каждый день в 12.30 на каналах НВК Саха и Саха 24. Город женщин всегда с вами. В передаче «Город женщин» меховые салоны «Торнадо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова